Когда дети приходят на урок, они рассаживаются на три группы – зелёная, жёлтая и красная, в зависимости от того, как они сами расценивают своё знание в той учебной теме, которой они сейчас занимаются. И те, которые садятся в зелёную, они получают один набор заданий и начинают работать, им помощь учителя не нужна. Те, которые в жёлтую, они понимают, что вроде бы и понятно, но надо иногда спросить учителя. И те, которые садятся в красную, они нуждаются в помощи, они не справились с домашней работой, у них очень много вопросов. И учитель, например, большую часть внимания, именно обратной связи, будет предоставлять им. Я помню, когда она об этом рассказала, друзья, как будто бы идея проста. Вполне возможно, что многие об этом знают, но здорово. И главное, здорово, если это действительно используется систематически. Ребята это принимают, ребята оценивают сами себя адекватно. И главное, ты не боишься сказать, что вообще-то я ничего не понял, поду-ка я в красную группу. Ты не сидишься, не тихоришь и не думаешь, только бы не спросили. Господи, только бы не спросили, только бы не спросили. Ты открыто об этом говоришь и получаешь обратную связь.